Да, 10 дисконнекторов. Неплохо. Опа. Все, я начинаю запись. Бан пошел. Да, пошли первые баны у нас. А, играют. Сразу скажу, что играет команда Думечи, White Lotus против каких-то менее сильных ребят, но, возможно, будет какая-то интрига. И банятся сразу же Шен, Моргана с одной стороны, Кассиопей, Анивия с другой. То есть, они, видимо, смотрели наши стримы, видели, как дурачок играет за Анивию и не хотят ему позволять брать этого героя. HelloFriend, я знаю, это сильный РДД. Остальных я, к сожалению, не знаю в этой команде, но они, без сомнения, там, 2200 плюс какие-нибудь и так далее. Вот. Карту здесь банятся, то есть, мид чемпионов почти не остается, но, учитывая, что дурачок может играть за Грагаса, Ксерота и прочую нечисть, я думаю, он найдет, кого себе взять. Так, и Жанна. Жанна третий бан, то есть, не хотят отдавать Жанну. В принципе... Возможно, у них какой-то ОЕ-пик будет при этом, при всем. Да нет, Жанну сейчас просто не хотят. Давайте сразу же берут Блицкранг саппорта. Интересный выбор. Ну, хотя парни могут и троллить, учитывая, что они сильнее, но, с другой стороны, учитывая, что матч проходит до одной победы, это не лучшее место для троллинга. Но Блицкранг топ подойдет, в случае чего. Ну, конечно же, первым пиком в тимранкетах лучше всего брать саппорта, потому что так вы не палите свою стратегию и заставляете врагов показать свои лайны, то есть, у них уже будут два пика, и они уже, как минимум, спалят одного из не-саппортов. Вот. Ну, может, они, конечно, ответят саппортом и джанглером, но в любом случае, хорошо им на контрпик. Если в рамке, где вы видите, КС-1 открыт, или совершенно могу сыграть, все пикую, вообще плевать, то здесь все не так-то просто. Димонка, скорее всего, будет за... Он же Думейча, скорее всего, будет за саппорта, потому что это его основная роль, но он еще за джанглера играет, я знаю. Да, все-таки это будет Блицкранг. Долго очень ребята думают, если каждый будет помянуть и думать над своим героем, то мы с вами уснем, я думаю, здесь. Катарина овнит всех мидеров. Думаю, это будет 6 минут пик. Ну, плюс 3 минуты задержки. Весело, весело, что я могу сказать. 6 мелочей даже. Видимо, так и будет. АП-300 надрючит Владимира на топе, вот это интересно. Я помню, как этот... Ходшот играл несколько игр подряд АП-300. Мунка обещает, что у девушек у всех будет 2 900 ла после него. Так, ну, как я и говорил, саппорт и какой-нибудь там, например, джанглер или РДД или что-нибудь еще. Мне кажется, он первой цифры ошибся, ее там не должно быть просто. А, ну да. На 900. Либо последняя ошибся. Либо последняя. То есть, я их как-то еще на 290 ла. Да нет, у меня не бесплатный эксплит баг какой-то. Я эксплит купил очень давно. Так, здесь... Я не отзывал тебя эксплит. А, ну, зря я здесь, конечно, рассуждал о каких-то тактиках или стратегиях. Здесь сразу же берется мордекайзер, то есть, его можно очень жестко контрпикнуть. С другой стороны, конечно, Кассиопеи нету, но все равно мордекайзера можно будет кем-нибудь обидеть. Кем можно, кстати, обидеть мордекайзера так-то? Ну, вот брузером как раз-таки на миг, если взять. Вообще жестко обидеть можно. Да, вот Кенон здесь берется. Ну, понятно, что всякие Кассадины там не очень хорошо против него будут смотреться. Там Бранд какой-нибудь его с прокаста просто сдует. Так, здесь Ургот. Ургот. Ну, Тарик Ургот неплохой лайн, то есть, стан туда, Ешка туда постоянно. Ну, туда три Кушки стабильно вылетает. Ну, давайте быстрее, пикайте, ребята. Не знаю. Бранд морда, да-да-да, действительно. Так, что-то я привык. У меня готовый ответ на вопрос, кто гнобит морду, у меня это Кассиопея просто сейчас. А учитывая, что ее не банят, мой готовый ответ всегда работает. Но сейчас... А, кстати, ФИС. Что будет с ФИС против морды на меде? Кто-нибудь пробовал? Ты как думаешь, Дим? Тут, мне кажется, от рук больше зависит. С одной стороны, ФИС больный прокастер и гнобит милишников, но с другой стороны, он же... Ну, морда с щитом будет постоянно. Отпозиционирование сейчас не зависит. ФИС домой. ФИС проиграет. А, Свейн против морды. Интересно, конечно. Ну, на самом деле, что-то вы все говорите, что ФИС умрет, но не забывайте, что на первом левеле ФИС просто насядет на морду и... То есть, если... Если стоять не у крипов, чтобы морда не мог Ешкой вас дамажить, то, по-моему, все не так плохо. Так, здесь будет Варвик джангл. Получается, все-таки... Нет, что-то... Скорее всего, Джакс джангл. Варвик на топ. Арианна, дурачок за Арианну будет играть. Но Арианна тоже хороша. То есть, да, как и вариант. Да. Благодаря Рейнджу. Маль с Захаром против морды вообще никак. Ну да, его дот не очень эффективен против Мордекайзера. Но там, на самом деле, как? Маль Захар против любого героя на миде норм, кроме, там, какого-нибудь Гангпланка, если джанглер хороший. Потому что шестой левел вы засасываете на лужи. И там уже ничего, Мордекайзер ты или кто бы ты ни был, все равно тебя ничего не спасет. И мумия здесь берется для кучи. То есть, будет какой-то массовый дизейбл. Интересно, что из этого получится. Ну, на самом деле, конечно же, в этой игре есть ярко выраженный фаворит. Это команда Думечи. Долго думают насчет мумии. Лисин, кстати, топ против Варвика. Почему не взяли черного для Ургота? Надо было бы пойти по М5. Черного в смысле Ноктюрна вместе с Урготом. Не знаю. Не, ну мумия, с одной стороны, хороша, с другой стороны, здесь толстенькие такие герои, которых особо за стяжку мумии не убьешь. Не, не забывайте... Да, ты почти угадал, почти занял первое место в викторине. Не забывайте, что ребята не настолько сильные, и они скорее берут того, за кого они хорошо играют. И зачастую это правильно. То есть, когда более опытная команда проигрывает слабой, то они начинают флеймить, злиться, и слабая команда может так вообще затащить. То есть, главное, выиграть лайны. Учитывая, что команда Думечи уже вместе тренируется довольно значительный промежуток времени, типа двух недель. Ну, не лысый. Ну, 360 у тебя ужасный звук. Ой, ну странно. Ты запись уже включил, да? Чего? Ты запись уже включил? Да, 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 запись есть. Ну, вот в следующий раз надо включать все-таки вот где-то сейчас. А то еще поезжим. Ну, не знаю, сейчас ты... Ну, смотри, пики можно обсудить банально. Да, вот нам еще три минуты ждать. Вот за эти три минуты можно обсуждаться, сколько влезет. Ну, да, нормальная тема, конечно. Но, с другой стороны, мы что-то уже сказали. Да нет, ты сейчас в три минуты будешь анекдоты рассказывать, и все хорошо. Я только пошли анекдоты могу рассказывать. Смотрят дети, как раз, которые ЕГЭ сдали. М5 все игры тащит Олексич. Не, ну, те, что ЕГЭ сдали, они уже... Подожди. Не знаю, насчет того, что М5 все игры тащит Олексич. А вот на ИЕМах, мне на обоих ИЕМах показалось, что Diamond Prox был лучшим в их командах. Но, с другой стороны, он смог себя реализовать из-за того, что его команда все хорошо делала. Так что нельзя все равно его одного выделить. Но вот, по моему мнению, на ИЕМах лучше всего сыграл Diamond. А сейчас они что-то так все ругаются, что даже и не поймешь, кто лучше, кто хуже. Лучше тот, кто больше ругается. Я думаю, у них такая идея в команде. Ну да, поэтому они пытаются... И каждый пытается доказать, что он лучший. А что такое? Что у Вадима такое грустное троеточие? Нет, Дарьин хорошо играет тоже. Не то, что он... Сейчас они просто много ругаются. На самом деле, не то, что кто-то плохо играет. Или что? Они слишком много ругаются сейчас. Надеюсь, все будет ок. О, расскажи анекдот про Пантеон, Дима, ты же знаешь. Ну, только если провести параллель, что Пантеон... Все слышали, надеюсь? Ну, не все, а многие. Как и озвучили риуты героев на русском. Именно риуты. Сами. И там сделали голос Пантеону грузинский такой, кавказский. Так что про него можно много не рассказать. Но они опять же все пошли, поэтому... Пантеон, а у нас здесь день? Сегодня с Дарьин, завтра с Дайвонд. А на Иеме... А на Иеме у них, короче, они подбирают день по лунному календарю. И просят, чтобы Ием назначили именно в тот день, когда у них все циклы, так сказать, сойдутся. И они будут тащить все и выигрывают Иемы. Я думаю, на них просто на Иеме вешали, знаешь, такие браслеты с электрошоком. Да, только... Если только фейл, короче... Последний раз я смотрел их стрим дня 4 назад или 5, и тогда они там чуть ли не распадаться собирались. На буткемпе в Москве? Так по-любому соберутся. Попробуйте под строгим взглядом Димы Смелого не собраться. Тот самый Адем Алфит. Где Адем Алфит? Под строгим взглядом любого Димы. Необязательно. Да, даже если он не очень смелый. Или вообще не... Так, спасибо, что Алфита показал. Да я знаю. Ребята, как вы думаете? Вот я считаю, мне надо писать петицию Риотам о том, что сейчас все апают себе Элла по моему видеогайду фактически. Вот. И что мне хотя бы 5% от апнутого Элла должно поступать. Потому что многие уже апнули... Я подпишусь. Чего? Я подпишусь. Вот. Так, многие кто подпишется, я думаю, ну потому что я считаю это нечестно. Уже кто-то апнул больше Элла, чем... То есть многие люди уже сыграли за АП Малфита после моих вводов больше, чем я. Это как-то нечестно. Хотя бы 5% с каждого мне. И тогда нормально. Тогда я сразу там... Так что за видеогайд? Так это не видеогайд, просто я играю и рассказываю, что я делаю, почему я делаю и так далее на протяжении всей игры. У меня есть видео на ТОПе Малфита и на Миде Малфит. Хотят девушек нормальную работу, с друзьями сидят на шашлыки, лето, жарко. Кто не хочет с девушкой встречаться? Ну сложно, конечно, это совмещать с играми. Особенно учитывая то, что игрокам их уровня нужно задрачивать просто весь день. Да, то есть так... Ну, целыми днями именно. Иначе... Иначе ты будешь играть хуже других, которые... Потому что когда у тебя десятки команд-конкурентов, которые играют 24 на 7, тебе сложно будет что-то сделать. Кстати, Ургот... Вот Ургот бы вообще не прогадал, если бы взял Клинс в этой игре. Но, к сожалению, он... Ну, возможно, он будет собираться в Генжа-стайл, поэтому ему как бы... Ну, фокусит и хорошо. Нет, ну, фокусит и хорошо, но экзосты гнает, все равно снять на лайне бы. Нет, да в любом случае сейчас все Урготы собираются как Генжа, потому что это возможность постоянно кидать крючками, растанкованность. Вот. Да, в принципе, в общем-то, у них пик не такой уж и слабый. Проблема, конечно, в том, что... Все наносят урон с относительно небольшого расстояния, конечно. Но, с другой стороны, все герои толстые. Они же самому для этого. То есть расстояние порвать они могут. Да, но у них еще хорошо, что все герои толстые. То есть, вот если в верхней команде есть Ариана и Кенон, которые четко выделяются так, над которыми сверху висит стрелочка, фокуси меня, фокуси меня. То здесь все довольно плотные. Но все равно будет решать скилл и... Так. Играть компьютер за 2 миллиона осень. Ну да, 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 да. Если учесть, что в октябре будет разыгрываться 2 миллиона долларов за первое место, то, в принципе... Но сложно на самом деле все это. То есть, команда это же такой хитрый организм, где 5 человек и все 5 должны хотеть одновременно играть. Если кто-то один из пятерых не хочет играть, он сразу же проседает по уровню в этот день, в этот момент. То есть, на самом деле все не так просто в этом деле, как хотелось бы. Директ-камера вам сразу показывает дурачка. Опа, блин. Дима, ты не напомнил. Что? Чтобы показали модули для стримов. Просто автор говорит... Я показал уже. Ты уже показал, а я-то еще, нет? Но вот после этой игры, народ, объявление, массовое объявление, после этой игры я покажу возможные варианты для модуля, для нашей страницы трансляции. Соответственно, будете голосовать, выбирать. Потому что то, что мне нравится, не нравится никому из людей. Варвик что-то танцует на мячике. Да лучше скажи, сколько вариантов-то вот тут. Ну, уже 9, по-моему, нарисовано. А, это 9? Ну, я покажу лучше. А, они сильно отличаются от того, что мы видели? Или просто там, ну, такие, вот, как, допустим, между третьим и девятым? Да все похожи, на самом деле. Так, ну, что здесь... Видимо, ребята думают, что кто-то пойдет на си... Верхняя команда думает, что нижняя будет начинать с синего, и они затрапают топера. А вот эти вот... Команда Думечи вообще врывается куда-то вообще нереально. То есть, хочет забирать волшку. Они пошли дайвить просто. То есть, они разминулись на своих... Опа, Близкранг решил... Вот, я представляю, если бы сейчас Близкранг кого-нибудь вытянул. Было бы забавно. Так просто. Я думаю, объявлений в мапхаке, обвинений в мапхаке было бы много. Ручок туда сферу кинул. Смотри, пинганули на синий, пошли на их синий. Опа. Фиолетовый. Все, секунду. Интересно. То есть, две команды не выделили, против этого друг друга не встретили, и каждый забирает чужой синий сейчас. Могли бы просто не париться и со своих синих начинать, в принципе. Какая разница? Сейчас, смотри, кстати, Джакс-то пошел. Пошел Джакс. Смотри, они уже улетели. Джакс, да, Джакс собирается. Ой, как Ургот спалился. Не очень вообще. Ой, Ургот Василий. Так спалился. Будем называть этого Ургота Василием всю игру, потому что он просто... Надо было подождать, пока Джакс... Ну, тут, я думаю, даже комментарии. Видишь, просто Ургот Василий. Это просто часть его ника, это Василий Демитори. Да. Демитори это просто Василий по-китайски. Ну, блин, я не знаю, так жестко спалился. Так, ну... Так что у нас, Варвик в джунглях, что ли? Да, Варвик в джунглях с Игнайтом. Бесслыша, интересная тема. А Джакс на топе будет. Странно, странно. Ну, а на самом деле, я не знаю. По-моему, как раз-таки Лисин хорошо против Джакс отстоит. А Варвик был бы посильнее в этом плане. С Арморчиком особенно. Хотя, тут зависит от того, как Лисин кушкой попадает. На самом деле, Лисин такой очень неоднозначный топпер. Но в том плане, что надо попадать кушкой. Так, Думеча уже здесь поставил Варв для того, чтобы тянуть Тарика. Потому что часто саппорты сидят в этих кустах. Вот. Ну, о, притягивает он Ургота. Ургота подкидывает. Кенон собирается его уничтожать. Все-таки уже второй левел у нас Думеча. Пытается отхиляться у нас Ургот. Флэшится Кенон, это First Blood. Причем от Игнайта Блискранка. Да, Игнайт вообще разрешал. Да, ну вот я и говорил, реально, если бы он взял Клинс... Он порезал Хил как раз, и, собственно, дамажил. Да, вот если бы он взял Клинс, он бы вообще обрадовался, на самом деле. То есть, это и экзост бы сняло, и к тому же по ХП он все равно оказался бы в плюсе, учитывая, что он снял Игнайт. А Хил на первом левеле очень слабо работает, учитывая, что он еще и наполовину был порезан. Это просто какая-то жесть. С бутылька бы за 2 секунды он бы больше нахилял, мне кажется. Так, здесь агрессивный, агрессивный Джакс. Ну что-то он за агрессивный Джакс запутался в крипах. Да, там 110 взрыва, то есть внутри Гена всего всего 55. Ну это вообще бред. Это за один удар. Так, о, Думеча почти захватил своей рукой. Там было бы нормально под такой толпой крипов захватить кого-нибудь, конечно, но, к сожалению, для него у него не получилось захватить. Мумия пока не хочет гангать, Варвик вообще не очень полезный гангер без флеша, без ульта. Да, то есть сейчас у него будет план получить 6-ой левел как можно скорее. Так, ну на топе все спокойно, то есть они размениваются ударами, но Лисин особо к ушкой не попадает, но зато в него есть щит. Смотри, Варвик пошел, должен огнетать. Да, но он проходит по Варву. Ну, Лисин Вард, Вард и он все видит. Стратегический Вард, и да, и Лисин спасен благодаря этому. Смотри, Вард, то есть он с самого начала его поставил, то есть он купил броньку, сколько-то там потов и Вард. Броньку... Что, кстати, странно против Варвика немножко. Ну, видимо, они что-то знают. Ну, они же увидели, что Варвик смайт. Это же против Джаксона собирал. Так, смотри, он к ушкой попал, сейчас полетит, Джакс и еще могут флеш, но как-то он не рассчитал свои силы, блин. Я, естественно, как вы знаете, я всегда болею за более слабую команду, и сейчас я болею за верхних ребят. Но, к сожалению, он не рассчитал свои силы, зря потратил Игнайт, и Джакс, конечно, уйдет на базу, но все равно его место займет Варвик. На боте вообще очень серьезные проблемы у ребят, Блискранг тащит. Вот сейчас Блискранг, видимо, кушку уже свою... да, Блискранг кушку потратил. Не попадает до меча. Он ему всего третий уровень почему-то. Все, Варвик четвертый, видимо. Четвертый уже... Уже ближе к пятому. Да, у Варвика больше опыта, чем у Джакса. И он здесь решил просто чуть побить крипов для того, чтобы шестой левел, как можно скорее, получить. То, что Варвик шестом... шестым левелом это, конечно же, киллы по КД, по КД его ульты. Почти каждый его приход будет смерть. Особенно, когда на топе есть Джакс. Посмотри внизу, внизу, что происходит сейчас. Отдается Кену. Да, приходит мумия, и Фрэнд вернулся в другую сторону. Зачем он прошел по Варду, они его не увидели. О, мне кажется, наличие тебя в Апсах заражает этой болезнью. Не видеть... не видеть гангеров, которые... Да, у меня есть такая особенность, поставить вард, но не смотреть на него. Да, то есть Дива решил просто экономить. Так, ну здесь приходит Варвик на лайн, смайтит крипа. Ну, Варвик всем... Он выполняет планы шестого уровня. Варвик помог всем в этой игре, на самом деле. То есть он у Джакса крипов постелил, на миде крипов постелил. Все правильно делает. Полезный джанглер. Вот будь бы это не Варвик, на самом деле, я бы с тобой согласился, но... Варвику такой простительный. Ну, стерить везде крипов смайтом, я не знаю, насколько это простительно. Почему бы нет? Ничего. Здесь, кстати, можно... Вот вообще, я надеюсь, что это стратегический лисин, он получит шестой уровень и запенет... Правда, когда он получит шестой уровень, уже линия отпушится, но я все равно искренне надеюсь, что он запенет... Почему может? Что-то не хочет. Хотя, возможно, это реально есть. А, так у него уже шестой, я смотрю, у него опыта мало, думал он пятый. Да он шестой, блин, давай стратегически запенет. А где ты опыт смотришь? Опыт, да. Под энергией. Он уже мог сделать стратегический пинок. Он и сейчас мог. Если у кого-то есть этот лисин в друзьях, напишите ему, пожалуйста, два слова в личку. Стратегический пинок. Ну, потому что крипы не были под башней, и башня бы как минимум два раза ударила бы по Джаксу. А это смерть. В любом случае. А сейчас, походу... Давай, стратегический пинок! Настало время! Ну, блин, правда, до Таварки далеко. И все равно лисин победил в этой схватке. Счет-то 1-2, на самом деле, в пользу менее опытной команды. Конечно, скрипами не... Сейчас и Морду убивают на миде. Ну, собственно, вот ульта Варвика и ничего не сделать уже. Да, и теперь каждый... Особенно Мордой. Никаких скейпов нету, ничего. То есть он прожал. А, у него флеша, кстати, уже давно не было. Почему-то... Так, здесь, смотри, Тарик. Тарик на боте ложится. То есть, пока... Я смотрю, там кто-то умирает, но что-то не обращал на это особо внимания. И Френд продолжает гнобить. Не, очень жестко гнобительный лайн. Здесь, кстати, контр-джанглит мумию, пытается ее убить, но нету особо станов, поэтому мумия спасается. Но, тем не менее, синебав здесь заберут. Приходит Димонка, приходит... Нет, Кеннон не приходит. А нельзя никак статы посмотреть, ну вот как... Выбираешь героя и нажимаешь на С. С? Окей. Практично. И ничего не работает. А, не работает. Работает, работает. Просто... Мне надо писать гайды по Observer's Mod'у. Так, Blitzcrank собирается... Ну, здесь убивает одним словом Мургота, я думаю, тут нечего говорить. Прямо желательно, чтобы Кеннон потанчил. Вот, но что-то как... Кстати, что-то он у него не убивается. Да, он толстоматый. Он отказывается. 50... У него ресистов много, но все-таки умирает. Он... Ну, надо было здесь Кеннон, на самом деле, начать танчить, для того, чтобы Blitzcrank просто с руки побил. Он тоже неплохой. То есть, у него там свои 82 атаки есть. У Кеннон 114 всего лишь. Экзостис и Тарик зачем-то вообще непонятно. То есть, он еще не начал отступать его уже за экзостили. Ну, минус Тарик здесь в любом случае, в любом, говорю, случае. Да, но приходит Мумия и маленький Бурундук также отправится к праотцам. Мордекайзер ждет, да, чтобы застелять. Такой, я пришел. Вот, и счет-то 5-3. Правда, уже левая White Lots уже побеждает по счету. Но все равно ребята оказывают сопротивление, какое могут. Ну, по фармам все совсем, конечно, печально для фиолетовой команды. То есть, типа голде, соответственно. 35 на 65 на боте. Это вообще серьезно, да. Да, Джакс хочет поставить вардит, решил все-таки завардить три буш. Здесь Мумия забирает красный баф, у нее нет маны, и поэтому она пойдет на базу после этого. Дурачок тоже пытается отпушить как-то, чтобы вернуться на базу. Для тех, кто не знает, я называю этого человека Дурачок не потому, что я его не люблю, или что это, его старый ник. Как можно не любить дурачка? Да. Даже с ним на турнир, в мега-турнир в Москву ездили. Он был приятным собеседником в поезде, проспав всю дорогу. Мне было очень интересно с ним. Мумия что-то шла гангать топ, и в процессе поняла, что маны-то у нее нету. Ну, кстати, в принципе... Чего? Страшно. У нее и шестого уровня, кстати, нету до сих пор. Это печально. Вот она, вот основная проблема. Ну, учитывая, что... Шестого уровня даже есть у их бота, который... Бота, у них есть свой бот. Так, смотри, здесь Френда, кстати, прогоняют. Здесь Ургот, Стариком вообще собрались. Блицкранг снова тянет крипа. Блицкранг неравнодушен к крипам как-то в этой игре. Варвик, кстати, сейчас убьет Лисина, но Лисин, по-моему, может умереть еще и до этого. Сейчас он просто догорит. Лампочка. Нет. О, Варвик. Все-таки нужен Варвик. Кушка, и все. Опа, Варвика отхитывают. Очень живучий Лисин. Каковырнуть его под конец. Кстати, у меня что-то лол не сворачивается. Лол не сворачивается. Печаль. Плохо тебе. А на самом деле, вот если бы здесь крипы шли, то Лисин мог бы спастись, прыгнув на крипа щитом, но крипов не было, и поэтому Лисин вынужден был щит на себя использовать. А у Мордекайзера, что там по крипам? 50 мобов, а у Дурачка 79. Да, проигрыш всех лайнов по крипам и снова ультует. Опа! Опа. Вот это да. Промедлила у нас Ариана, и из-за этого успел флешнуться. Ну, кстати, вот у Ариана же есть такая штучка, кидаешь щит на вот того же Варвика и ультуешь. Угу, то есть не обязательно кушкой. Да, ну да. Вообще, реально, ой, что-то как-то разнаглел немного Мордекайзера, из-за этого пол столба потерял. Смотри на лорку то, что сделали, прицелили его под башню, и все. Так, пытается, смотри, а сейчас Дурачок умрет, вот это лол, вот он забайтил, правда щит? Нет, походу Дурачок все-таки вылечит. Не умрет. Выживет, выживет, выживет. Ну-ка, оп, вообще такой лакер, вот там была просто... Опа! Да, но Мумия закончила мучение летающей обезьяны, все-таки погиб бедный Дурачок. Джак, кстати, с Фейджем, Лисин, без Фейджа, он вообще фонарь хочет собирать. Мордекайзер, видимо, пошел ромить, пошел убивать, и где с этим минус Тарик, Тарика просто загн... Не, на боте как-то все жестко, можно вообще все время на боте оставаться. Ну да. Ну видишь, там просто пачка дизейблов, это то же самое, что тот же вот Кена, например, Алистер, модешный. То есть они на шестом где-то начинают просто дико убивать, потому что не уйти, вообще никак. То есть тут если притянул, а Алистер, если просто копы начинает делать, Кена нультует, станы, 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 и все, и ты ничего не сделаешь уже. Так, здесь Мумия пытается вместе с Джаксом что-то, ой, вместе с Лисином что-то делать, но Мумия стоит на варде, правда, вард закончился, но тем не менее, грустного товарища уже обнаружили. Здесь гонят Ургота, притягивают его, причем вот так самым краешком, Ургот кидает кривую ракету, вряд ли он... А что-то Кен, он не станет его, только сейчас застанет, давай-давай, оп, да, все, минус Ургот. Мумия что-то все еще не может совершить свой маневр для Ганга, Ариана готовится идти на топ, правда, она проходит по варду и встретит сейчас Мумию. Рядом еще и Мордекайзер, которого прогоняет Варвик, просто бразильский сериал какой-то, любовный пятиугольник какой-то образуется здесь. Причем ребятам бы помочь, ботлайн и их фиолетовой команде, они не могут со своих уйти, иначе все, иначе они свои лайны потеряют. Минус Тарик, задавили его в наглую, еще к тому же, ой, лол, ой, Варвик, Варвик все правильно сделал, отошел от Таурки, потом все-таки решил вернуться, видимо он был влюблен в Тарика и не мог уйти от его. Смотри сейчас, вот если Амуму сейчас притянется на синий, это будет Эпик, но она не притянулась. Да, Мумия, к сожалению, не обладает экстрасенсорными способностями, с другой стороны Мордекайзер может сейчас попробовать прокастаться, опа, свап! Ты смотри, Амуму все-таки нашел Варвика. Да, Муму нашел, там Амуму пытается уничтожить, здесь Думеча убивают, Кеннон вынужден флешится, Амуму убивает одного, опа, как он доджит шар, правда сейчас W его может убить. Как ты видел, его Варвик один убил под двумя, учитывая, что Варвика почти не было ХП, он убил Амуму почти. Неплохо. Так, здесь очень жесткая битва, естественно, побеждает верхняя команда, потому что вообще нету Тарика, то есть плюс один герой для нижней команды, и сейчас будет забираться дракон еще здесь. Ну, Амуму, конечно, не обладает большим уроном, точечным по цели, поэтому... Ну, я тебе даже больше скажу, что он не обладает большой живучестью, вот, это показал этот тимфайт, учитывая, что вот они били двоем Варвика, с мордой, по-моему, или подожди, наоборот, с Арианой, все правильно. Да, с Арианой они били, в этот момент пока Маслова Думеч убивали. 14-6 счет, по деньгам уже почти на 10 тысяч, а если уметь считать, то на 8. Обгоняют. Так, все, я здесь. Это, кстати, уже там какой-то четвертьфинал, что ли, то есть, игр сегодня немного, там где-то порядка 12 команд зарегистрировалось, то есть, на один раунд меньше, чем в прошлом турнире будет. Через 5 минут будет 20-я минута, кстати. Сейчас будет притяжка. Опа! Тарик очень хорошо задоджил, но его все равно подкинули, Мумия пытается притянуться к Фрэнсу. Сюда приходит еще и Ургот, сейчас будет замедлять их щитом. Гонится за Фрэнда, в этот момент Варвик ультует с Тарика, и Тарик сейчас умрет. Да, Тарик быстро ложится. Фрэнд кайтит, Мумия не знает, что делать, дамага у нее нет. Мордекайзер подходит, но Варвика им не убить. До Фрэнда далеко, приходит еще и Арианна, и сейчас будет минус Мордекайзер. Ну, будет минус Мордекайзер, это уже, это просто вопрос времени. И Варвик еще и гнобит Ургота. То есть, за Фрэндом погонишься, никого не поймаешь, соответственно, еще и всю свою команду. Приходит Лисин такой, типа, я помощник, Джакс даже с топа и не ушел, в принципе, он здесь был не нужен. Он вообще уходил оттуда? Да, он уходил, был тимфайтер, когда был жесткий тимфайтер, он оттуда уходил. А здесь за Кенном гоняется, Кенном с своей Ешкой и с Фэндом Дансером, это вообще недогонябельный парень. Но зато ребята сломали таворку. А, нет, не зато, это им сломали таворку, что-то я вообще прогоняю. Да, две башни уже потеряли ребята из верхней команды. Джакс обходит Лисина, но сейчас встретит Мумию, Мумия ждет. Опять перетянули Ургота внизу, и тут уже, ну, по стандартной схеме. Да, причем еще Ургот бегал за консервной банкой с криками «Я тебя сейчас вскрою», но не получилось это сделать. Одна консервная банка бегала за другой. Я думаю, у них это лично. Старая вражда. Должна остаться только одна консервная банка. Здесь Мордекайзер встретил врагов, Тарик пытается убить... Тарик тоже, видимо, считает себя консервной банкой, по крайней мере он вмешивается в войну двух железяк. Так, ну, Варвик с синем баффом отрегенил себе ману хотя бы. У Варвика есть ульт, в принципе, здесь Фрэнд дерется с Мордекайзером, Мордекайзер пытается что-то сделать, Димонка подкидывает. Не туда притягивается Мумия, и все-таки Мордекайзер здесь умрет, правда, Блискранг тоже погиб. Блин, умрет. Да, умрет, но зато даблкил от Мордекайзера, это его звезда. А я знаю почему, потому что у него слишком мало сплавампа. Да. Дима считает, а ты не, а он идет собирать сплавамп, или он Абусалт будет брать все-таки? Ну, видимо, Абусалт сейчас будет брать. Что, в принципе, логично, учитывая количество Magic Damage в синей команде. Кен, кстати, с Тиаматами, как вы знаете, в отличие от Доты, здесь Сплэш работает и у РНЖ тоже, поэтому можно собрать 6 Тиаматов и уничтожать всех. Просто у РНЖ работает слабее. А, да? Не знаю, это вообще. Ну да, ну иди, посмотри. Он для ближних 50%, для РНЖ 35. А, 35, для РНЖ. Но все равно, что там, 6 Тиаматов и все окей. Ну почему 6? 3. Ну да. Так, а больше 100% можно набрать? А вот хороший вопрос. Чтобы ты стрелил в одного и все вокруг сдохли. Чтобы ты стрелил в одного сотку, а всем вокруг 200, да? В Доте такое возможно. Там есть герой, который дамажит всем вокруг. Так, нормально, здесь свапают Джакса и сейчас Джакса убьют. Он, правда, отфлэшивается, но он уже с Игнатом на голове отфлэшнулся. Пытается Тарик убить Ариану, Мордекайзер бегает туда-сюда вместе с Урготом. Лисина подкидывает. Короче, паника, на самом деле, верхняя команда. Они не дерутся, а занимаются спортом. Нет, Лисин единственный, кто не бегал, и поэтому он достиг успеха. Он убил Ариану, и, кстати, смотри, еще и Варвик ложится, и Блицкранг сейчас погибнет. Это, оказывается, был хитрый кайтинг. Это был не бесполезный бег туда-сюда, а хитрый кайтинг, и он сработал. То есть, сначала... Ребятки бились 4 на 4 всего-то. То есть, не было Амумы, не было Кеннона. Да, конечно, не было самого отфиженного здесь героя, и, конечно же, когда... Тем более, с Тиаматом в узком пространстве. Все-таки, я думаю, да, Кеннон-то посильнее Амуму, если бы все были здесь. Значительно сильнее. То есть, Амуму это просто человек-культ. Он может всех стянуть и немножечко поплакать на них. Так, Джакс начинает собирать хекс-течган-блейд, сабли причем. Так, Варвик. Что берет? Варвик берет все Мадреды, видимо, быстрые. Так понял, по его затару, то есть... Это Мадреды. Да, он и так долго живет за мясах, ему не нужен жир. Но сейчас он очень долго жил, и они могли убить. То есть, он просто стоит и лайфстилится. Да, все равно все будут бить Ариану с Кенноном. С Кенноном, да. Так что он имеет такую возможность. Кстати, Тарик поставил вард, но за этот вард он поплатится своей жизнью. Он даже ультанул. Брис хотел эпично притянуть труп. Да, но не позволил. Он хотел застилить крючком, но не получил. Ну, застилит, да. Сейчас пропушат мидли, Синкс идти с дабл-бафом, чувствуют себя хорошо и комфортно. Кеннон решил игнорить абсолютно все тимфайты в этой игре. И поэтому нижняя команда не может сейчас идти драться. В этот момент Варвик на боте. Ургот, конечно, подходит, но Варвик ему по лицу насует. Мы не узнаем, собирается ли Ургот по страте Геджи, потому что у него пока артефактов в принципе не хватается для какого-то... То есть, о, мастер кушек. Я думаю, собирается. И, конечно, собирается. Лисин попал кушкой почти, попал в стену. Видимо, он перепутал Варвика со стеной или какая-то другая причина, но в любом случае он не попал, и поэтому Варвик спокойно спасся. А так бы он попал кушкой, замедлил бы его Ешкой, ну и так далее. И все дела. А Кенн решил пушить до Нексуса. Все у него неплохо. Интересно, директ-камера у нас одинаковая показывает? Одно этажа? Не знаю. У меня сейчас топ. Как кинул? Не, у меня мануал камера вообще-то. Я мануальщик. Так, здесь был неплохой флешштан от Тарика. Единственное, что его не поддержала команда, которая была через два экрана от него. Не падает до меча снова крючком. Варвик собирается брать дракона. Пока, в принципе, без Варвика врываться, конечно, не стоит. Хотя Кенн может просто издалека Таврку пинать чуть-чуть, потому что Тарик уже без флешштан. С другой стороны, его может Амуму приковать к полу. Джаксут лайфстилится, забирает крипов. Чем он просто в наглую забирает? А, нет, вот ему. Опа, опять не падает. Он немножко повлатился в свою наглость, но совсем чуть-чуть. Да, он все равно отхиляет. С фонарем, с Тиоматом. Че он сейчас берет? С фонарем Тиоматом. Фонари Тиомат, да. Нормально, тут крипы так вообще ложатся. Правда, у местного сплэша очень маленький радиус, как видели. То есть, крипа, который рядом был, задел, а третьего крипа даже не задел своим критом. То есть, совсем маленький радиус Тиомата. Вообще, может быть, кто-то из вас даже не знает о существовании такого артефакта. Я почему-то в этом уверен. Ну да, кто-то по-любому не знает. Слишком уж он. Почти никогда не берут. Здесь, кстати, решили сплит пуш, то есть с двух сторон напали. Пока здесь отвлеклись сюда. Думеч, кстати, снова притянул на это раз Тарика. Урго там свапает кого-то. Свапает, причем Думечу. Горощу Копичному льтанул в себя. Да, неплохо. Но Думечу тут, зачем Думечу фокусили. Но, тем не менее, команда-то по Таварам пытается тащить. Потому что битва-то 5 на 3. 5 на 3 не шутят. Свапают... Точнее, пытаются догнать здесь Думечу. Но он слишком быстро, Риана также ускоряет. Кен в этот момент сломал Таварку на халяву. И сейчас его поймают. Даже 5 на 3 у них минус 2. Как-то так получилось. Ну, потому что бегали за Блицкранком. Тут неудивительно. Когда ты бегаешь, свапаешь Блицкранка, бегаешь за ним и экзостишь его. Так, кстати, минус Мордекайзер здесь будет. Ультует Варвик еще одного забирает. Остается Амуму. Да и все, больше никто и не остается. Тарик родился. Даблкил от Варвика. И сейчас будет сломан здесь Ингибитор. Хотя Варвик что-то не торопится ломать Ингибитор. Видимо, он очень хочет собрать Мадреда в этой игре. Ну, приходит Лисин, конечно, да. Но, в принципе, его все равно могли бы убить. Не хотят они заканчивать игру. Варвик забирает вражеский красный. Не, ну тут очевидные ошибки. Кстати, опа, оттащили Лисина. Просто за уши оттащили. Он влюбился в Риану, но ему не позволили провести с ней время. Так, сейчас будет кайтить Лисина со всех сторон. Фоллбэк кликает кто-то. Наверное, это Думеча, потому что он капитан, он главный. Все его обязаны слушаться, иначе их исключат из команды. И капитан получает по своей железной спине с ноги от Лисина и умирает. Так, ну что ж, сейчас нижняя команда закупится, Варвик не бойся. Возможно, они пойдут сейчас Барона брать, Варвик с Матердами. Так что, без потери ХП сейчас будет его танчить. Ну, с фонарем, с пассивочкой. Вот три ребята просто, ну, от души завардили. Вот широченная русская душа. Если Вар, так два. Ну да, действительно. А зачем тебе два Варда? Чтобы лучше тебя видеть. Так, ну, Варвик забирает, как раз вовремя мы вспомнили Красную Шапочку и Волка. Варвик забирает один на Шора в этот момент. Попытка убить и свап. Неплохой свап, кстати, дурачка. Я думаю, они убьют. Дурачка, скорее всего, убьют. Да, притягивается к нему Мумия. Мумия, правда, без ульты, потому что он ее потратил на Кенона. Здесь они уничтожают. Еще сейчас Джакса убьют. В этот момент, опа. Просто через Джакса прошел крючок, но это не Дота. Здесь свои не притягиваются. Подкидывается Ургот под Тарк и получает лишние удары. Варвик в этот момент убивает одного. Попытается убить дальше, но у него не так много ХП и ложится. Варвик, Мадреды не увеличивают выживаемость, как известно. Но, тем не менее, они забрали на Шора и Кенон ломает базу. Вот. Верхняя команда немножечко в шоке, потому что вроде как они должны развивать наступление, а вроде как им сейчас и базу снесут к чертям. Ну, наверное, сейчас Бэкается. Бэкается же? Да. Это не торопится, Бэкается. Их просто гонят с позором вот этот вот один крип. А, нет, это их крип. Он их никого не боялся. Это их, Думечи их гонят пытаясь. Так. Кенон сломал одну Тауэрку и отступил. Сейчас он будет пытаться убить... Опа, Лисин оттянулся назад. Очень интересный стратегический маневр. Учитывая, что их тут четверо на два, можно было как-то поагрессивнее немного действовать. Снова ультует у нас Амумум. Попытка убить Кенна, и Кенна сейчас убьют, несмотря на его ульты. Лиду Меча тоже, скорее всего, отдастся. Правда, приходит Джакс. Джакс начинает колбаситься, и сейчас всех застанет. Минус Мордекайзер. Мордекайзер еще и притягивает назад. Вот Джакс, но все равно его убивает. Опять туда-сюда все бегают. Никто особо не дамажит. Но сейчас все-таки их четверо на одного Джакса, когда Блицкранк отошел особенно. Блицкранк флешается, но получается стан остановился из-за этого. Ультует Дурачок, или не ультует, он, по крайней мере, нанес все, что мог. Да, минус Блицкранк. И ребята развивают свое наступление. Лисин у них неплохой, в принципе. О, вот сейчас ультует Дурачок минус один, и сейчас будет минус второй. Все-таки не смог Лисин убить Ариану. То есть, несмотря на то, что ребятки ловят лоскры, у них, считай, фейли. То есть, у них такие, ну, они там постоянно дерутся 1 на 5, там 2 на 4. При этом они все равно выигрывают. То есть, все-таки скилл не пробьешь. Да, даже если вас меньше. Даже если один из вас забирает на шор, а второй ломает базу. Здесь, кстати, прыжок на Ургота. Чудеса согласованной игры показывают ребята. Но, к сожалению, Варик был единственным, кто бил Ургота, в принципе. Ломается ингибитор, подходит Седакена с Джаксом. То есть, вроде как фиолетовая команда все вроде и правильно делает, но... Не, ну они фокусят саппорта. Вот сейчас. Не фокусят саппорта в замесах. Амуму ультуют не в основных замесах, а после них. То есть, главная его особенность не работает. Так у них нет основных замесов. У них постоянно замесы такие, что там 4 на 2. То есть, у них основного замеса-то уже не было очень давно. Не, ну он ультанул на одного Кенона, а потом как против троих. Ну это единичный случай. Так, здесь... Опа, все смешалось с Думиоблонских. И причем все равно здесь фиолетовых чуть больше. Ломается здесь Блицкранг. Все же. Они перестали фокусить. Все это 6-й, я бы сказал. Ну да. Уже. Варик тоже на их стороне. Ну вот о чем я и говорю. Видишь, они опять как бы по одному, по одному. То есть... Не, ну тут-то они полбазы потеряли. Именно из-за того, что пока часть отвлекалась. Засадный полк ломал строение. Мумия, Шурели. Не, в принципе, ребята неплохие. То есть, конечно... Ну, проблема в том, что команда Дурачка и Думечу уже побеждала Na'Vi, Moscow Five, Maus и так далее. То есть, они действительно хорошо играют. И поэтому шансов у верхней... Сейчас они, собственно, открою наторолят уже, по-моему. Да. Ну, они этим и занимаются. Да, но шансов у верхней команды нет. Но, тем не менее, они очень достойно играют. Учитывая, что вот их оппоненты... Учитывая, что им попались такие пассивники. Да, убили всех мировых топов буквально недавно. А сейчас они... И то они там с М5 играли, когда еще почти не сыграны были. То есть, все равно их победили. То есть, сейчас-то они еще сильнее, еще лучше. Будем надеяться, что с моральной точки зрения все в команде тоже будет хорошо. Ну, с моральной точки зрения, когда пойдут первые обидные поражения. Потому что, когда ты выигрываешь, все друг друга любят. У всех, у кого плохие характеры, они их не проявляют, естественно. Все счастливы. А вот когда пойдут первые поражения... Так, Варвик ультует. Тут же всех Ариана свапает. Минус Ургот. Генжа Стайл не помог ему жить дольше. Подкидывают Лисина. Варвик танчит Таварку, поэтому отходит. Прыгает Джакс, выпину... А, притянули здесь Тарика. Джакс развивает нападение. Френд в этот момент выгоняет двоих, но на него ультует. И сейчас... Опа, сейчас призрак Кенона будет всех уничтожать. Правда, Мордекайзер уже сдох, и призрака Кенона не будет, к сожалению, для них. Выпинывают под фонтан. Вот дошло сообщение, стратегический пинок. Вот если вы писали Лисину в личку стратегический пинок, то сейчас он понял, что его надо сделать, выпнув дурачка под фонтан. Да, неплохо, неплохо. Кенон с Гуэнсой, кстати. Кенон, кстати, в конце пошел в АП. Вообще. Понял, что АД это не его. Он знал, что Мордекайзер сделает его клона, и поэтому решил не рисковать. Так, ну что ж, отличная игра. АП Кэрри для Мордекайзера... Чего? Конечно, не настолько силен, как АД Кэрри в виде призрака, но тоже неплохо, он же им АП дает. То есть, Кенон решил, что если Мордекайзера сделать на призраке, я не только буду больно стрелять, но еще и АП Мордекайзера дам дополнительные. Да, тоже неплохо. Широка душа. Широка душа Кенона. Значит, Кенон все-таки... Если вас спросят, кто по национальности Кенон, отвечайте русский, потому что он очень добрый человек. Ну, кстати, сам френд, по-моему, из Украины, но все равно, мы все братские республики и так далее. Республики именно. Да, именно республики. Исключительно. Ладно, мы все братские.